Добрый день, друзья. Буду проводить эфир с Жанар Бажановной Шубаровой из Тиме-Палатинска. Это юрист, которая защитила маму. Вот, кстати, я вижу, Жанар. Сейчас я вас приглашаю. И, может быть, вы смотрели эфир, делала Гульмира Семьиева. Ещё зимой были проблемы у матери с тремя детьми. Здравствуйте, Жанар. Здравствуйте. Жанар, вы бы не могли рассказать вообще, что там было? Естественно, придерживаясь этики юридической, что-то вы можете назвать? Чего-то нет. Допустим, имена нельзя, я так понимаю, да? Расскажите вообще всю ситуацию, что там было без утайки. Мы защищаем родителей с традиционной ценности, но говорим правду. И поэтому расскажите, что там было, и потом я вам вопросы задам. Во-первых, здравствуйте, все, кто смотрит с прошедшими праздниками. Действительно, в начале этого года произошла ситуация, которую, я думаю, стоит освещать и рассказывать об этом для того, чтобы другие родители с этим не сталкивались. В частности, в январе ко мне обратилась женщина, у которой органам опеки были отобраны трое несовершеннолетних детей. И эти дети попали в Центр адаптации несовершеннолетних, двое старших, и младший ребенок попал в дом малютки. Но обратилась она не сама, при участии Союза родителей, активистов Союза родителей, а в частности Гульмиры Симбиевой. Тоже она активно ведет блог, рассказывает, как бы освещает эту проблему. И вкратце о ситуации. В декабре, где-то в середине месяца, у женщины скончался муж гражданский. Он также являлся отцом троих детей. И, как бы, можно сказать, что, наверное, с горя это у нее случилось. Она допустила то, что она стала выпивать. И буквально 20 декабря домой к ним пришли со школы, где воспитываются двое старших детей. Одной 6 лет, другому 8 лет. И было установлено, что мать детей находилась в нетрезвом состоянии. Она и двое детей находились у соседей, а старший ребенок находился в доме у других соседей. Соответственно, заведующий школы по воспитательной работе, видимо, сигнализировал об этом в органы опеки. Участковый был вызван на место. Это мать направили на медосвидетельствование и подтвердили по заключению экспертизы среднюю степень опьянения. Далее данный факт был расценен как непосредственную угрозу жизни и здоровью детей. И на следующий день дети были актом об отобрании. Были изъяты из семьи и распределены в ЦАН и Дом малютки. При этом тот период времени, пока дети проходили, как сдавали анализы в связи с коронавирусом на отсутствие болезни, дети находились у родственников, вернее у соседей в этой же деревне, у других соседей находились. Впоследствии примерно посчитали мы, где-то через две недели они направили иск в специализированный суд по делам несовершеннолетних. И на момент, когда я вступила в дело, уже как бы дело находилось в суде. Ознакомившись с материалами дела, ознакомившись с исковым заявлением, мы пришли к выводу, что на самом деле на момент отобрания детей, то есть 21 января, отсутствовал факт нахождения детей непосредственной угрозе их жизни и здоровью. В частности, учитывая, должны те обстоятельства, что они были сыты, обуты, одеты, не находились где-то на улице, там на холоде, они находились в доме у соседей, под присмотром взрослых находились. Но я думаю, что здесь также принято во внимание то обстоятельство, что семья давно состоит на учете в органах правоохранительных как неблагополучная, и что на контроле органа опеки давно они состоят. Неоднократно проводились комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением этой семьи. Но эти все факты остались в прошлом, инциденты эти были исчерпаны. По результатам комиссии на момент рассмотрения дети были оставлены в семье. И как бы мы здесь в первую очередь должны расценить ту ситуацию, которая произошла именно 20-21 декабря, после которой дети были изъяты из семьи. Также, что я хотела сказать. В ходе рассмотрения гражданского дела в суде психологом-специалистом было опрошено мнение старших детей, которые находились в Центре адаптации несовершеннолетних. Дети, в свою очередь, отзывались о матери положительно, сказали, что у матери скучают. И до посещения детей психологом, до этого мать их тоже посещала, видела с ними. И в целом я могу сказать, что дети ее любят, привязаны к ней очень, указывают они также в общении с психологом на то, что мама помогает заниматься с предметами школьными, готовит кушать. То есть это не та мать-кукушка, которая бросит детей и пойдет пить. Сама мать свое оправдание говорит, что муж ее гражданский вел нетрезвый образ жизни. Как бы это тоже способствовало тому, что она время от времени тоже выпивала. Как бы пока дело рассматривалось, она прошла кодирование, устроилась на работу в крестьянское хозяйство и как бы встала на путь к справлению, можно сказать. Сама же очень хотела увидеться с детьми, хотела возвратить их домой, в семью. Занялась улучшением жилищно-бытовых условий. И при повторном обследовании жилищно-бытовых условий было установлено, что они соответствуют, что они удовлетворительны. Ну, как бы все эти моменты, приняв во внимание, суд разрешил дело в пользу матери. И во вступлении в силу решения суда, это получается через 30 календарных дней, дети были возвращены в семью. И в целом сейчас дети находятся дома. Безусловно, для них это большой стресс был, такая длительная разлука с матерью. И на данный момент можно сказать, что им нужна только любовь, внимание, забота, чтобы восстановиться, чтобы эту боль забыть. И со своей стороны я бы хотела отметить несколько пробелов, наверное, в законе, в законодательстве, которые необходимо устранять для того, чтобы аналогичных ситуаций не возникало. В первую очередь у нас в законе нет определения непосредственной угрозы жизни, здоровья ребёнка. Что под этим подразумевается? Это можно трактовать в разную сторону нахождения ребёнка в непосредственной угрозе. В законодательстве России есть определение, что они подразумевают под этим. А у нас же эта тема не раскрыта, это понятие не абстрактное, можно сказать, и её по-разному можно толковать. В свою очередь в юриспруденции мы не должны допускать таких ситуаций, когда отсутствует буквально толкование определённых понятий. А к чему это ведёт? Тем более это касается детей. К чему это ведёт? Ведёт к таким ситуациям, когда детей могут, ну, конкретно в этой ситуации пробел этот может привести к необоснованному изъятию детей и семьи. Также мы считаем, что мы в период пандемии столкнулись с такой проблемой, что старшие дети находились в центре адаптации несовершеннолетних, младший ребёнок в доме малютки. И в связи с коронавирусом для того, чтобы встретиться со своими старшими детьми, необходимо было сдать ПЦР-тест. А с младшим ребёнком она не могла видеться, поскольку по постановлению санврача там был объявлен строгий карантин, и исключение было сделано только для потенциальных родителей. То есть могли встретиться потенциальные родители с детьми, а те родители, которым по тем или иным причинам нужно прийти в дом малютки, они, получается, прийти туда не могли. И конкретно в данном случае моя доверитель столкнулась с этой проблемой. И она вот только с конца декабря, только 19 марта смогла увидеться. А сколько ребёнка? Два года. Также пробелом я считаю и то, что для того, чтобы после вынесения решения суда детей матери возращают только по вступлению этого решения в законную силу, а это ещё 30 дней. при том, что мать, допустим, она не лишена родительских прав, не ограничена в них. Дети в любом случае, получается, должны оставаться в центре адаптации несовершеннолетних или в другом учреждении детском до вступления в силу решения суда. Скажите, Женар, скажите, я вот не уяснила этот момент. Так дети сейчас с ней, с матерью, или они ещё удерживаются в этих центрах? Они с 19 марта уже находятся с матерью. А, с матерью. То есть после вступления в силу решения суда было вынесено постановление о том, что мать уже может забрать их. И она с ним поехала и, получается, забрала своих детей. Это вот, смотрите, если по-простому говорить, по-обывательскому, даже когда по уголовным делам говорят, что освободить взяли суда. А вот здесь детей, 30 дней ещё дети должны чего-то ждать. Получается, мы считаем, что такая категория дел, по таким категориям дел, решения должны вступать, вернее, должны исполняться, исполняться, то есть подлежат незамедлительному исполнению сразу после вынесения этого решения. Тоже считаем упущением. Потому что месяц — это даже, допустим, бывает, что день-два не увидишь ребёнка, уже скучаешь. И так же ребёнок скучает по родителям, а тут целый месяц. Тем более, что они разлучены с матерью уже с 20-х чисел декабря. Жанар, я теперь могу вопросы задать? Или вы ещё что-то хотели важное? Жанар, слышите? Мне позвонили. Да. Вы отключались, Жанар. Как слышно меня? Я хорошо слышу. Я спрашиваю, вы ещё что-то хотите добавить, или я уже могу вопросы задать? Да, можете задавать вопросы. Если бы не ваша помощь, если бы вы не вмещались, как вы считаете, вернули бы детей родителям, родительницам? Ну, в любом случае, в любом деле нужны какие-то наставления юриста или какая-то минимальная помощь. То же самое, предоставить отзыв, приобщить какие-то документы в свою пользу. Те же самые документы, получается, Таня держала при себе, а именно то, что она прошла кодирование, то, что у неё улучшили жилищно-бытовые условия. То есть она их не знала даже, как приобщить в суд, направила в орган опеки. Но орган опеки же не будет действовать как бы не в свою пользу. Их нужно приобщать непосредственно в суд. А вообще орган опеки, получается, он действует не в интересах детей, не в интересах семьи, а в каких-то своих интересах. Так выходит? Нет, я так не могу сказать. Более того, к моменту вынесения решения специалисты органа опеки оставил разрешение дела на усмотрение суда. То есть не стал настаивать на своих требованиях. Мне кажется, наоборот, представители органа опеки очень порядочно себя повели, очень грамотный специалист. Да, это радует, что у нас ещё пока не так, как в Германии, где напропалую просто-напросто у них действительно свои интересы какие-то отличные. от людских. А ещё хотела задать вопрос. Как вы считаете, вот эта женщина, эта мать, не повторит ли она в будущем вот эту модель поведения? Ну, попросту не напьётся ли когда-нибудь до смерти, да, чтобы у неё детей уже окончательно отобрали? Как вы считаете, есть ли у неё шанс взять тебя в руки? Ну, вы сказали, что вот она закодировалась. Ну, насколько это? Поможет. Ну, я не берусь её судить, но сейчас уже могу сказать, что как бы даже за период, когда у неё забрали детей, до сегодняшнего дня, она там не сорвалась. уже получается январь, февраль, март, почти три месяца. Как бы стойко боролась за своих детей, пыталась доказать, что она соответствует статусу матери и что она достойна этих детей. и сейчас она буквально через день мне присылает фотографии семейные с детьми, как бы поделиться со своей радостью. И, безусловно, как бы далее ни сложилось, суд правильно поступил, что дал этой семье шанс жить вместе. И наша задача здесь не осудить, а попытаться ей помочь, наверное, потому что, ну, во-первых, она сейчас осталась одна с тремя детьми. Ну, естественно, со стороны государства предусмотрены какие-то пособия и так далее, но есть и другие формы поддержки. Например, конкретно эта семья имеет проблему, то, что старший ребенок у них с задержкой развития речи, и им нужно именно обучение в коррекционной группе. В школе, в сельской школе, где они обучаются, специалистов, логопедов, дефектологов нет. И в этой части существует проблема. И, насколько мне известно, у них это не одна семья, которая с этим сталкивается. И, получается, нужны специалисты. И, как бы, для того, чтобы разрешить эту ситуацию, думаю, туда хотя бы раз в неделю, либо два-три раза в неделю из района должны направляться специалисты для того, чтобы заниматься непосредственно с этими детьми. И я, со своей стороны, хочу инициировать обращение, будь то в управлении, либо в Министерство образования, для того, чтобы организовали проведение занятий с детьми, нуждающимися в коррекционном образовании. Это вот именно в этом поселке? А, в этом селе. Это село Белокаменко. Из Карагайский район, село Белокаменко. Еще вот ваше мнение, все-таки детей забрали, когда мама была в алкогольном опьянении. Как вы думаете, вообще это правильно? Детей забрали на следующий день. Ее установили, что она находится в алкогольном опьянении 20-го числа, а забрали в 21-го, когда она уже не находилась в алкогольном опьянении, дети находились дома. И получается, что на момент отобрания детей непосредственной угрозы жизни, здоровью, об этом и речи не было. То есть здесь тоже считаем, что должностные лица действовали не в рамках закона. А вот смотрите, вы как юриста, скажите, если просто человек, ну, все мы же люди, ну, напьется, то в этот момент у него могут детей отобрать, если его заприметят, ну, например, школьный психолог? За это предусмотрена в первую очередь административная ответственность. Если в действительности человек находится в нетрезвом состоянии, при этом должны учитываться иные обстоятельства, где он находится в нетрезвом состоянии, в каком состоянии ребенок, если он лежит где-то пьяный на улице, ребенок ходит вокруг дорога там и другие источники опасности. И в таком случае, безусловно, правоохранительные органы должны принимать какие-то меры. Начиная от привлечения к административной ответственности, то есть за оставление ребенка в опасности, предусмотрена адмответственность. И тут иные основания тоже должны учитываться. Это было единожды, или что способствовало этому, и так далее. Но однократно, я думаю, никто не будет отбирать детей и семьи. Дело в том, что сейчас родители друг к другу пересылают через мессенджеры предупреждения от школьной администрации или какие-то инсайдерские сообщения по поводу того, что школьные группы будут ходить и проверять жилищные условия учеников. И вот я сразу схему продумываю. Если, допустим, со школы придут проверить жилищные условия в ту или иную семью, а в этот момент мама после вчерашнего с перегаром, то это уже что? Как у нас сейчас работает законодательство? То есть семью уже ставят на учет? Чем это грозит? Или ничего не будет? Ну, во-первых, что может быть основанием для того, чтобы вмешаться в чужую семью и пойти обследовать чьи-то жилищно-бытовые условия? Кто-то живет богато, кто-то бедно. У кого-то есть возможность купить какую-то технику или какую-то мебель. У кого-то нет возможности. Поэтому, конечно, такие случаи нельзя допускать, чтобы школа вмешивалась в жилищно-бытовые условия семьи. Есть основания, по которым именно органы опеки проводят обследование жилищно-бытовых условий, когда это необходимо суду и так далее. Когда это необходимо, допустим, для усыновления детей. Какие-то дополнительные полномочия давать преподавателям учителям со школы, тем же заведующим, я думаю, нет никаких оснований. Во-первых, во-вторых, по поводу того, что она, мать, находится в алкогольном, с перегаром. То есть вы имеете в виду, что, допустим, она будет нетрезвой? Ну, допустим, она вчера вечером собрала подружек, и они отметили что-либо, какой-нибудь там, 8 марта или наурыз. И вот пьяная сидит. Ну, с перегаром, либо пьяная, ну, слегка. А может, пить. Ну, то есть она выпила, хорошо выпила, крепко выпила. Бывает же такое? Ну, опять-таки, нужно смотреть дети, в каком состоянии дети. Может, рядом есть другие взрослые люди. Имеется ли какая-то угроза жизни, здоровью детей? Допустим, если мы возьмем, к примеру, частный дом, да, где есть отопление печное, что мама, нетрезвом состоянии, дети могут там обжечься, либо... Ну, либо же пойти дым может, и какой-то угореть могут дети в этом доме. Вот эти какие-то нюансы, они все влияют на то, чтобы привлекать к ответственности, не привлекать, но отдельным основанием для того, чтобы лишить матери детей, я думаю, это не может. но вообще как бы посоветовали... Но вообще, как бы посоветовали... могут привлечь. Но, в принципе, если приходят обследовать жилищные условия со школы, ну, как можно сопротивляться? Можно их не пускать? Я думаю, вы неите полное право. Они для вас посторонние лица. Вы защищаете свою территорию, свою собственность. А если я пришел вместе с участковым, если? А участковый имеет какие-то документы на то, чтобы прийти, провести обыск в вашей квартире, осмотр? Нужно потребовать у него санкции? В данном случае вряд ли он предоставит санкцию. Ее предоставляют, когда имеется определенное уголовное дело, и в рамках него выносится постановление, санкционированное судом либо прокурором. Но конкретно в этой ситуации никто ему такую санкцию не даст. И считаю, что это будет вмешательством в чужую жизнь, в чужую собственность. То есть, если со школы пугают, что, например, если мама выступает слишком активно и очень часто к нам обращаются, запугивание со стороны директора школы, мы придем, посмотрим, как вы ютитесь. Ну, например, знают, что мама живет с детьми на съемной квартире. И говорят, мы придем, проверим ваши жилищные условия, если будете тут рот раскрывать лишний раз. Вот в таких случаях не надо бояться? Не стоит бояться. Нужно аргументированно ответить, что таких полномочий у школы нет. У них как бы в обязанность школу входит предоставить образование детям. Допустим, если тот же ребенок регулярно посещает школу, обут одет. Оснований для того, чтобы идти вмешиваться в семейную жизнь у них нет. Поэтому считаю, что нужно отвечать отказом. Хорошо. Вы обнадежили. И я хочу вас поблагодарить от имени своих родителей за помощь семье, за то, что вы смогли добиться. И семья воссоединилась, дети с матерью. Это в любом случае гораздо лучше, чем быть в доме малютки или в этом цане, не дай бог в детском доме или у каких-то других людей. Жанар, спасибо вам. Вам тоже спасибо за приглашение в проведение эфира. Всем слушателям желаю удачи и счастья в семейной жизни. Спасибо. Спасибо всем, кто был. Все, я завершаю эфир. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.